Всем привет, добро пожаловать на мой канал снова, меня зовут Юлия, и в сегодняшнем Christmas Edition или рождественском выпуске мы будем с вами распаковывать бьюти-коробку от Trend Mode. Кто не знает Trend Mode? Trend Mode это невероятно популярный источник информации в Инстаграме, вернее как группа в Инстаграме. Они постят о самых новых горячих новинках, то, что можно ожидать в ближайшее время на косметическом рынке, и они одни из самых первых вот это все постят. Trend Mode также известен тем, что они выпускают свои бьюти-боксы, стоимость которых очень доступная, однако товары, которые вы получаете внутри, они гораздо-гораздо превышают ту стоимость, которую вы платите за эту коробку. За эту коробку я заплатила, по-моему, 54 доллара вместе с налогом и, по-моему, вместе со страховкой для того, чтобы посылка не потерялась по дороге. Надо сказать, что при подсчете того, что здесь я нашла, у меня получилась сумма 213 долларов. Это невероятно классно, когда вы платите за коробку 50 долларов и получаете товаров внутри на 200 с лишним. Вау! В общем, что мы сегодня сделаем? Мы распакуем эту коробку, посмотрим, что они положили туда. Я уже раскрыла, естественно, посмотреть, что там вообще положили нам. И сделаем макияж с тем, что мы найдем в этой коробке. Конечно, за исключением, наверное, сывороток, потому что я уже сделала свой уход. К сожалению, чаще всего люди не могут получить эту коробку по простой причине, что это все быстро раскупается. И я думала в этот раз, что я тоже не смогу получить ее, потому что в прошлые разы я пробовала, никогда ничего не получала. Все они быстро раскупались. В этот раз, как и в прошлый раз, эта коробка была доступна в течение двух или даже трех дней на сайте после того, как она анонсировалась, ну и вышла на сайт. И я когда увидела, что она уже в стоке, я давай быстро там вводить карту, покупать. Однако, она еще была в продаже очень долгое время. И напрашивается вопрос, почему она была так долго доступна. Возможно, потому что наполнение не так понравилось людям, как прошлые коробки, которые раскупались просто как горячие пирожки. Давайте посмотрим же, что нам положили в Volume 9 Trend Mood Box. Поехали! Вот так выглядит наполнение. Открытые уже коробки внутри. Я все распаковала, чтобы посмотреть, все ли мне там положили. Первое, с чего я хочу начать, это сыворотка от бренда Murad. Сколько я слышала, все у бренда Murad действительно очень эффективное. И люди, которые пользовались этим брендом, они говорят только хорошие вещи. Эта сыворотка, она у нас с ретинолом, называется Retinol EOS Renewable Serum. И она создана для того, чтобы, я так понимаю, бороться с морщинами и признаками старения. Я не уверена, на самом деле, пройдет ли мне эта сыворотка, ну, моему типу кожи, потому что мне все-таки там 25 лет пока еще. Определенно чувствуется, что эта сыворотка стоит 84 доллара. Это новинка, поэтому очень классно, что вы получаете в этой коробке новинки, а не какие-то старинки. Мне кажется, что здесь невероятно классный состав тоже, это же Murad. И я еще подумаю, действительно ли я хочу пользоваться ею, или, допустим, я могу и подарить кому-то, например, маме. Потому что, возможно, ей будет это гораздо более подходить для ее типа кожи. Следующий бренд из этой коробки, это вот такой гель-пилинг от бренда Nude Sticks. Они, кстати говоря, вышли совершенно недавно, буквально недели-две назад, с их новой линейкой по уходу за кожей лица. И вот нам положили один из компонентов их линейки. Это микро-пилинг с лимоном, и он создан для того, чтобы сделать детоксикацию кожи и для того, чтобы придать коже сияние изнутри, я так понимаю. И в составе мы видим лимон, папаин, то есть экстракт папайи получается, яблоко и также гранат. Невероятно классно выглядящая упаковка. Мне кажется, я бы пользовалась этим с утра просто для того, чтобы взбодриться. Как вы уже поняли, я обожаю все цитрусовые с утра использовать. Очень приятный запах. Если вы знаете, Nude Sticks стали популярны благодаря тому, что они выпускали свои стики с такими магнитами, по-моему, если я не ошибаюсь. Ни разу не пробовала их, но эта линейка по уходу за кожей лица, возможно, мне понравится и надеюсь. И вот этот пилинг стоит 34 доллара на сайте Alta и также в Nordstrom. Не дешево, надо сказать, но, по-моему, тут очень даже хороший состав. Но, в принципе, как и обычно, у таких пилинговых гелей тут целлюлоза есть и большое количество разных компонентов, экстрактов, фруктов. Давайте перейдем уже к части с косметикой, за исключением вот этой вещички. Это у нас также сыворотка от бренда Glow Skin Beauty. Я очень много раз видела, как они кладут этот бренд в свои коробки Trend Mood. И этот бренд, он очень дорогой. Вообще, ни разу не дешевый бренд. Чтобы купить вот такую сыворотку, вы должны заплатить в районе 80 долларов. А именно 84 доллара, так же, как и вот за эту сыворотку от Murat. На самом деле, я сейчас понимаю, почему никто так не был восхищен этой коробке от Trend Mood. Потому что, мне кажется, тут вот основной акцент идет на уход. И, как бы, ну нет, наверное, не каждому нужна сыворотка с ретинолом, да, потому что это достаточно такой компонент. Не каждый его любит, наверное. Я не знаю, особенно если вы хотите беременеть. И вот эта сыворотка, я не знаю, это что-то, знаете, такое, что... Очень странно, видите, ты будешь думать, а как этим пользоваться, понимаете? Эта сыворотка создана для того, чтобы защитить, укрепить и обновить кожу. Захочу ли я пользоваться ей, или я ее подарю кому-то, потому что у меня сейчас столько сывороток много, что, если честно, не хочется просто, знаете, на кожу, кожу предотвлекать стрессу каждый день. Да, использую каждый раз, каждый день одну, в смысле, каждый день новую сыворотку. Поэтому, под вопросом, это две сыворотки, это немало, на самом деле, в одной коробке. И остальное, что мы видим в этой коробке, это косметика. Первое, с чего я хочу начать, наверное, это праймер от бренда Nuxe. Новинка, новинка. Только недавно это все вышло, и, по-моему, это уже даже доступно на американской Alte. Этот праймер, он называется Marshmallow Primer, или зефирный праймер, и это прям супер-пупер новинка. Nuxe только с этим вышел, и я как раз-таки думала покупать мне его, не покупать. Мы видим 30 мл продукта, и он стоит 17 долларов. Мы сегодня его попробуем обязательно. Именно поэтому я не наносила сегодня никакой макияж, чтобы показать вам праймер. И также палетку от Juvia's Place. Называется палетка The Sweet Pinks by Juvia's. И, по-моему, это старая палетка, потому что я, когда гуглила эту палетку, она оказывается на распродаже. Стоит она 10 долларов почти. Дело в том, что вы могли получить в этой бьюти-коробке от Trends Mood либо их таповую палетку, то есть в коричневой гамме, либо вот такую розовую палетку. Очень, мне кажется, красивый дизайн. Я еще даже не открывала ее. О, вау, какая она. Она супер яркая, и она супер подходит сегодня к моей кофте, опять же. Ну, прикольно. В принципе, она, как мне кажется, так и стоит 14 или даже 10 долларов, потому что мы видим 6 цветов. От самого яркого до самого светлого, персикового, кораллового. И тут нет зеркала. Первый раз использование бренда Juvia's Place. До этого я ни разу не пользовалась. Этим мы также видим здесь Glass Gloss. То есть это блеск для губ, я так понимаю. Мне очень нравится упаковка этого блеска, в ней есть что-то интересное и такое, чего вы не видите у других брендов, как мне кажется. Давайте откроем его и посмотрим. Я надеюсь, что это будет какой-то розоватый цвет, потому что это будет супер классно подходить к нашей палетке. О, это очень красивый, интересный, золотистый блеск. Кажется, это супер необычный, интересный цвет. У меня такого точно цвета нет в моей коллекции. О, какой он густой и такой как липкий. Пахнет приятно. Такой ванильный какой-то аромат, что ли, девчачьего. И такой блеск у нас стоит 13 долларов на сайте Alte. И также, как мне кажется, можно купить это на сайте Juvia's Place. Также. Дальше у нас остались два последних товара. Первое, вернее предпоследнее, это такая тушь от Elf. Кстати говоря, тоже новинка. Называется тушь Lash It Loud. И это тушь для придания объема. Я же слышала тоже, многие очень люди говорили о ней. В общем, тестили эту тушь. В видео, типа, пробуем новый CC крем от Elf. И также тушь пробуют. И говорят, что она неплохая. Она реально неплохая. Но мне кажется все-таки, что косметика от Elf, она вот... Какая-то косметика хорошая, какая-то прям вот не очень. Не всегда тени, которые так нахваливают от Elf, они прям супер классные, как мне кажется. И мне нравится упаковка. Это очень такая, знаете, праздничная упаковка, золотистая. Мило, очень мило и в то же время минималистично. Последний товар из коробки от Trend Mood. Это вот такой спонж, который Trend Mood сделал в коллаборации с DSMD Shop. Красивый спонж, конечно, под цвет коробки или под цвет эстетики Trend Mood самого. Прикольно, что-то новенькое. И, конечно, мы видим тут всякие брошюрки. Скидка 20% на Elf. И также, по-моему, у нас написано про праймер от NUX. В принципе, это все. Теперь давайте перейдем к внесению макияжа товарами из этой коробки. Поехали. Первое, с чего мы начнем, конечно, это будет праймер от NUX. И один из моих самых любимых праймеров, а это именно от NUX, их праймер с каннабисом. Это же у нас праймер с эзефиром. И он обещает нам на минуточку 10 преимуществ в одном. А именно, он сделает так, что ваш макияж будет носиться гораздо дольше, чем обычно. Кожа будет гладкой, мягкой, наполненной влагой. Тон вашей кожи будет равномерным. Успокаивает кожу. Также делает так, что ваши поры становятся менее заметными. Делает так, что морщины не видны на вашем лице. Вау, вот это поворот. Также soft focus finish. Я думаю, тут понятно, что очень мягкий финиш на вашем лице образует этот праймер. Это сделает так, что ваш макияж будет супер свежо выглядеть. Вот. Ну что, давайте попробуем наше магическое средство. Мне нравится, кстати говоря, упаковка. Она, знаете, прям такая миленькая-миленькая. В принципе, текстура праймера, она, знаете, напоминает какой-то крем, что-то вроде того. И очень вкусный запах. Интересная текстура, знаете, похоже, наверное, как на солнцезащитный крем, что-то вроде такого. Ммм, какой приятный запах. Вау. Если вы не любите, когда в средствах для кожи лица, да, неважно, это косметика или крем, есть какие-то непонятные посторонние запахи, то, возможно, вам это не подойдет, вам не понравится. Но мне нравится аромат этого праймера. Так как у меня сегодня только был уход плюс солнцезащитный крем, мне интересно, сделается ли так, что моя кожа будет выглядеть какой-то более белой, белесой. Как я убрала свои волосы, теперь можно понять и увидеть. Надеюсь, есть ли какая-то разница в использовании праймера и не использовании его. Точно могу сказать, моя кожа выглядит прям такой, знаете, сияющей, как будто бы изнутри. И мне нравится, что я вижу. Я думаю, что он сделал так, что кожа очень хорошо подготовилась к нанесению, допустим, основы, что мы сейчас и сделаем тоже. Я буду использовать, кстати, одну из своих любимых основ от NARS, их Natural Radiant Longwear Foundation. Я все хочу ее закончить, даже несмотря на то, что вообще должна уже выгинуть. Но потому что мне нравится финиш, как она смотрится, я все-таки хочу прям до конца-до конца ее закончить. Я могу сделать минимальный макияж, я могу нанести просто этот тон от NARS, немножко хайлайтера, и мне говорят все, вау, какая у вас классная кожа. Она сияет изнутри, все благодаря этой основе или этому тону. Дальше хочу нанести быстренько консилер под глаза тоже от NARS. Radiant Concealer, точно такой же консилер, как и наша основа, тоже сияющий финиш в этом. Я возьму кисточку от Rare Beauty, специальную кисть для нашего консилера под глазами. И теперь пришло время попробовать нашу палетку от Juvia's Place, The Sweet Pinks by Juvia's. Мне нравится упаковка, так же, как и это мой первый раз в использовании этого бренда. Так как у нас сегодня прямо-таки праздник Рождество, все закрыто, все магазины, все рестораны, кроме, конечно, ресторанов китайской кухни, мы с мужем долго пытались найти какое-то место, где можно было бы купить какую-то еду на ужин или заказать, все закрыто. Просто вся тампа вымерла, можно сказать. Я, смотря на эти цвета, вижу очень много красивых ярких оттенков, очень ярких оттенков. И я даже не знаю, что я хочу сделать с этим. Определенно что-то не очень, прям, знаете, такое яркое, что-то легкое, чтобы, ну, выглядеть красиво, но при этом не выглядело это так, что я потратила там 3 часа на макияж, потому что я не хочу этого делать. Поэтому, да, я считаю, что нам нужно начать с очень красивого кораллового цвета. Он очень-очень красиво смотрится и какой он яркий. Вау! Я нанесу его на свои веки, используя кисточку от Raffer номер 16. Я вчера все свои кисти помыла, которыми я пользуюсь почти каждый день, поэтому это прогресс, потому что я, наконец-то, что это такое? Наконец-то я использовала свою перчатку, которую я купила в Сигме. Мне понравилось, как это помогло мне отмыть мои кисти. Так. Это очень яркие тени. Мне кажется, с такими тенями, вот с такой пигментацией, вряд ли можно сделать какой-то суперпростой дневной макияж, как мне кажется. По-моему, у нас получается что-то очень прям театральное, то есть очень яркий макияж. Я не знаю, готовилась ли я к такому, знаете. Но, по-моему, смотрится красиво. Мне нравится, что пигмент, он насколько... Блин, насколько он смотрится интенсивно, настолько он и показывается на глазах. Конечно, мы не можем обойти стороной этот красивый, прекрасный, очень яркий цвет фуксии или цвет фиолетовый. Не написаны оттенки, к сожалению, по-моему. Нет, даже на коробке этой нет названия оттенка, что печально немножко. Я нанесу этот темный оттенок, использую свою кисть от любимой Сигмы Е45 в зону затемнения. О, какой он! Он очень-очень яркий, пигментированный, и при этом он очень классно наносится. Возьму также этот темный цвет и добавлю его во внутренний уголок глаза, чтобы делать этот хэллоу эффект, как его называют. И дальше я возьму кисточку от Referee номер 15 и растушую границу хотя бы чуть-чуть, чтобы это смотрелось чуть более естественно. Хотя с таким макияжем, по-моему, это уже не совсем актуально, потому что это все смотрится неестественно. Вот сам цвет этот супер такая яркая фуксия, как мне кажется. Ну, на повседневку, на макияж этот 100%. Возможно, использовать вот этот спаркл будет самым лучшим решением, потому что он как будто бы напротив этого темного, которому затемняли нашу область глаза. О, вау! Он реально очень активный. Как красиво смотрится этот спаркл! Он самый яркий, и он очень дает прям такой красивый финиш, которого я не видела в других тенях. Он очень пигментированный, вот, наверное, какое слово подходит, чтобы описать этот финиш. По-моему, смотрится очень красиво, только, конечно, чего-то не хватает. Чего именно контуринга не хватает, а немножко подведенных глаз внутри. Этим мы сейчас и займемся, кстати говоря. Я хочу взять этот темный оттенок фуксии, навести его на нижнюю часть глаз, чтобы подчеркнуть мой глаз хотя бы немножко. Так как я вообще не очень загорелая, эти тени делают мои глаза как будто бы больными. Я не могу сказать, что это мой цвет теней. Нет. Что, ребята, у нас получился почти законченный образ с использованием румян бронзера. Также прошлась пудрой от Джеффри Старра. Той самой, моей обожаемой, которая делает так, что лицо выглядит сияющим, как будто бы даже изнутри. Да, оно сияет. Я напишу внизу все то, что я использовала сегодня в этом видео. Еще, кстати, я прошлась подводка от Илла Маска для того, чтобы немножко открыть глаза. Ну что, теперь давайте попробуем наш последний товар из этой коробочки. Это тушь от Elf Lash It Loud. И она обещает нам объем. Вау, какая интересная кисть. Elf сейчас очень сильно впереди других разных драгсторовских брендов. Они очень много всего выпускают сейчас. И да, мне интересно, ребят, как вы относитесь к бренду Elf. Потому что в Америке его все просто обожают. Я вижу этот объем. Надеюсь, что вы тоже видите, ребят. Потому что он, по-моему, потрясающе передается при использовании именно вот такой. Кисточки. Да, в этом что-то есть. Ну, прикольно. Хотя это не прям такой, знаете, вах, какой объем. Есть туши, которые объемные, которые прям дают вам супер объем. И вам не нужны уже никакие накладные реснички. Поэтому это неплохая тушь. Но я не уверена, что я прям считаю, что это тушь, не знаю, must have от Elf. Понимаете? И сейчас последний шаг. Я хочу нанести... Почти последний шаг. У нас еще ждет блеск. Я хочу нанести вот такие реснички от бренда Aylure. Или... Да, Aylure. Все правильно. И эти реснички, они на самом деле созданы как раз-таки для праздников. Потому что можно видеть, что здесь разные дизайны. Я когда увидела это, я поняла, что нужно это покупать. И стоила это, кстати говоря, 10 долларов за все три пары. Тогда как наполнение здесь на 15 долларов. Вот такой у нас получился конечный лук с ресничками. И теперь последний шаг. Это использование блеска от Juvia's Place в оттенке It's Electric. И это настоящий золотистый блеск. Мне очень интересно узнать, подойдет ли он сегодня к нашему макияжу. Напоминает чем-то текстуру блесков от... От Maybelline. Что-то вроде того. Даже, мне кажется, запах один и тот же. Ау. Он очень-очень-очень густой. Приятный блеск. Надо сказать, что он приятно наносится. Не липкий. Очень чувствуется, что он действительно увлажняет губы. Но я ожидала, что в нем будет хотя бы какой-то цвет, какой-то блеск. Потому что здесь очень-очень много разных блесток видно в этом блеске. Но, по факту, это просто обычный прозрачный блеск. И, в общем, мне было бы, знаете, немножко, как сказать, приятней, если бы в нем был какой-то цвет. Хотя бы нюдовый цвет. Но, я так понимаю, чтобы он подходил всем. Решили поместить именно вот такой цвет, наверное. Или это самый непродаваемый цвет. Кто знает. Но, в общем, да. Сейчас я вас отдалю, ребят. И мы посмотрим уже на, так сказать, полный вид нашего сегодняшнего макияжа. И сделаем выводы. Пришло время, наконец-то, сказать о моих впечатлениях. И о том, что я думаю об этой коробке от Trend Mood. Если честно, я считаю, что это очень даже хорошее предложение. Потому что вы получаете гораздо-гораздо больше товаров за 50 долларов всего лишь. Тогда как стоимость коробки наполнения. В смысле того, что в смысле наполнения этой коробки составляет 213 или 214 долларов. Ну что, ребят, вот такой у нас получился рождественский макияж. Хоть я понимаю, у нас в этом луке преобладает такой сиреневый цвет, который очень схож с моей кофтой. Наверное, поэтому я ее одела сегодня. В общем, мне понравилось, как макияж получился у нас. Я считаю, что это что-то, знаете, что выходит из моей зоны комфорта. То есть я определенно не сделала бы только макияж на повседневку. Но на праздник или просто, чтобы поэкспериментировать. Почему нет? Но, по-моему, это смотрится прикольно. Что-то в этом есть. В общем, что я думаю о бьюти-боксе от Trend Mood за 52 доллара, который я заплатила за нее. При том, что вы получаете продуктов на более чем 200 долларов, а именно 213 или 214 долларов. Немножко запуталась, когда считала, но, в общем, почти 215 долларов считаю. Я считаю, что это потрясающе. Потому что, если вы смотрите на состав коробки, вы понимаете, что да, это то, что я хочу. Не то, что вы смотрите и понимаете, вот, я хочу эту штуку, этот гель, я куплю ее. Как бы нет смысла покупать, если вы можете купить что-то из этого бьюти-бокса за саму цену. И получается, в общем, дешевле, да, чем покупать сам бьюти-бокс. Я считаю, что если вы видите что-то, что вам нравится, то берите, покупайте ее. Даже не думайте, потому что, определенно, товары, которые вы получаете в ней, они, ну, супер-пупер классные. Кстати, очень важная информация по поводу доставки, доставляют ли в Россию. Я не уверена, потому что, когда я зашла на их веб-страничку, написано было, что они доставляют в Канаду, естественно, в США и в Европу. Европу. Европа это Россия или нет? По-моему, если это было в России, они написали бы Россия, правильно? Европа это может быть Люксембург, Европа это может быть Париж, я так понимаю, правильно? То есть, непонятно немножко. Если вы знаете, доставляют ли трендмут бокс в Россию, то было бы очень интересно узнать. Я тоже погуглю со своей стороны, доставляют ли они это в Россию. Теперь я хочу подробно поговорить о товарах, которые мне понравились и не понравились. Первое, наверное, что мне попалось сейчас под руку, это вот такой гель-пилинг от Ньют Стикс. Я думаю, что это очень интересно попробовать новый уход за кожей лица от нового бренда, которого не было до этого на рынке. Да, это очень интересно, и мне кажется, что никогда не бывает много гелей для, как сказать, пилинговых гелей или скрабов, получается. Дальше, две сыворотки, которые у нас первая от Мурат, которая стоит 84 доллара. Она абсолютно новая, только вышла, и вот она уже в коробке у нас. Я считаю, что если бы мне нужна была сыворотка от ретинола, с ретинолом, я бы, наверное, взяла ее саму без покупки бокса, наверное, возможно. Но я считаю, возможно, моя кожа еще слишком все-таки молода, чтобы ретинол использовать, я не знаю, морщины, линии всякие под глазами непонятно, я не знаю, буду ли я пользоваться ей. Хотя я бы очень хотела, просто боюсь, что это будет что-то слишком такое, знаете, сильно-сильно. Я лучше пока корейским попользуюсь чем-то, что тоже не менее эффективно. Следующая сыворотка от Glow, дорогой бренд, тоже очень много о нем слышала, постоянно кладут его во всякие бьюти-коробки. Вот видите, опять же, уход за кожей это сугубо индивидуально, как мне кажется, вещь, потому что кому-то может показаться это вау, как классно, а кому-то это может показаться, ну, средство и средство. В принципе, что в этом такого, как бы, классного, понимаете? А иногда, мне кажется, макияж гораздо лучше получать, потому что макияж, как правило, подходит более-менее всем. Вот этот праймер, я, кстати, когда увидела его на Трендбуде, когда он вышел, я поняла, что мне он нравится, мне нравится, как он выглядит, мне нравится, что это что-то необычное. И зефирный праймер, правильно, очень вкусно пахнет. По текстуре он, знаете, как такой какой-то крем. Он очень приятен на коже, прям супер классно с ним пользоваться. Мне понравилось. У него очень такой какой-то конфетно-зефирный, возможно, даже аромат, очень-очень приятный. Дальше, палетка от Juvia's Place. Ну, тут, если честно, у меня возник такой небольшой вопрос, потому что, окей, это Juvia's Place, это очень круто. Я просто предпочла бы, если, допустим, да, ну, был какой-то выбор, какую палетку ты хочешь или что-то вроде того, или если бы у них была только нюдовая палетка в наборе, потому что, ну, не каждому подойдет такая палетка 100%, понимаете? Не каждый человек получит, и их будет использовать каждый день. Да, это палетка вот чисто на какой-то случай, когда вот вам прям нужно использовать вот такой очень яркий макияж. И я ничего не говорю о том, какие тени интенсивные, они действительно классные, они очень классно тушуются, прям цвет очень-очень-очень хорошо показывается на веках, и за это мне палетка понравилась. Это очень прикольные шиммеры, но просто гамма не моя, я не знаю, я гораздо-гораздо была бы рада, если бы там была палетка нюдовая от Juvia's Place. Дальше блеск от Juvia's Place, он мне сейчас на губах, кстати говоря, мне он нравится, это прикольный блеск, знаете, такой повседневный блеск, если он еще не будет делать так, что у меня будет такая белая полоса на губах, это будет вдвойне классно, я, знаете, я удивлюсь, если так случится, потому что большинство блесков, к сожалению, делают так, что на ваших губах вдруг появляется белая полоса, после того, как вы много очень говорите. Мне нравится аромат, он интересный, опять же, если вы ненавидите средства ароматизированные, то вряд ли вы полюбите это, но, в общем, да, по-моему, тут даже небольшой цвет есть, как мне кажется, что-то просто минимальное-минимальное, я рада, что получила, потому что мне понравилась формула. Тушь от Elf и Flash It Loud, абсолютная новинка, только вышла на их сайте, купить ее в магазинах Америки нельзя, это интересная тушь, кстати, я забыла накрасить нижние реснички, ребят, я прослась этой тушью по нижним ресничкам, и мне нравится, как это делают мои реснички, вы знаете, они очень сильно перегружены, но в то же время они смотрятся естественно. Вот, тушь понравилась, она неплохая, мне кажется, она будет наиболее идеально сделать так, чтобы ваша нижняя часть ресниц, подчеркнутая, но при этом не выглядят так, что это какие-то паутинные лапки, что-то вроде этого, понимаете? Прикольная вещь, и стоит тоже очень недорого, по-моему, долларов 5 стоит эта новинка. И последнее, это спонж, спонж в коллаборации с брендом DSMD Shop, мне очень понравилось, что здесь такая есть выемка, очень интересно, то есть можно пудру хорошо так нанести на вот эту зону под глазами, мне кажется, такой спонж может стоить в легкую, сколько, долларов 10, цены нет, к сожалению, на этот спонж я не нашла. И, в общем, да, вот такая коробка у нас была сегодня от Trend Mood, мне будет очень приятно и интересно увидеть то, что вы думаете об этой распаковке, о Trend Mood, я не знаю, о моем макияже, в конце концов. Такой формат, мне кажется, я все-таки впервые делаю, чтобы я распаковывала и потом делала макияж, поэтому будет очень интересно узнать, что вы думаете об этом. И да, дайте мне знать вообще, как вы относитесь к Trend Mood, мне кажется, нет такого человека, который бы не следил за тем, что они пастят каждый день. Спасибо большое за то, что провели этот пятничный вечер или субботнее утро со мной. Я поздравляю вас с Рождеством, желаю, чтобы вы провели это Рождество в кругу семьи или в кругу друзей, кому как. И желаю вам хорошего настроения и чтобы вы были самыми счастливыми в этот праздник. Также желаю вам хороших выходных. На этом я с вами не прощаюсь, ребят, желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней. Ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока!